Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский. И Юлия Онежка, ваш лучший друг на этом канале. Вы все пишите, почему так мало Юлика. Вот он, я здесь, теперь у него будет больше. И ещё больше Юлика! Сегодня мы обозреваем... Бичовские сэндвичи. Ну что, Юлик, мы уже отведали 11 хот-догов. Одиннадцать хот-догов, блин. Ролик на канале Юлика, и теперь... Можем ещё и сэндвичи покушать, да? Да, куда деваться? Зато теперь мы максимально объективны. Потому что мы не голодные. Абсолютно не голодные. Мы можем оценивать исключительно вкус. Здесь есть сэндвич итальянский. Сэндвич итальянский. Это, видимо, побольше, поменьше или чуть отличающийся. Сэндвич с куриным рулетом от компании РУССКИЙ СЭНДВИЧ. Я его пробовал. Мы можем просто сегодня этикетки оценить и на этом закончится. Вот этот вот Фрэш Клаб у меня постоянно друган берёт. Ой, я тоже его пробовал, он не самый лучший. А он ещё и берёт обычно с какой-нибудь рыбы или вот с бастурмой, я не знаю. Бастурма. Ну что вот с курицей? Бастурма смешное слово. Бастурма. Юлик 2К18. Бастурма. Бастурма. Вот это за бастурма. И сэндвич просто с курицей тоже от Фрэш Клаб. С чего начнём? Ну их, слава богу, разогревать не надо. Ну, вообще, я всегда разогревал, а мне Матоль сегодня сказал, что их не надо разогревать. Ну, поэтому их прелесть. Ну, хрен знает. Купил, съел прям в супермаркете, как собакам накинулся. А зачем, зачем купил-то тогда просто? Смотри, итальянские, их двое, и они, мне кажется, самые невкусные будут. Давай вот их попробуем, они одинаковые. Ну давай, мне наоборот показалось, что они самые вкусные. Не, итальянские с куриным рулетом и сыром, хотя может... Был такой заебись, может и сейчас есть, не знаю, магаз, кафеха, подорожник называл, зелёная такая. И там были вот такие типы сэндвичи, было очень вкусно. Хочу, как Макс Брандт, что у нас здесь есть? Капуста, два слайса какого-то мяса куриного, видимо, и один кусок сыра. Если хочешь, как Макс Брандт, придётся ещё поебаться со мной в конце, блядь, выпуска. Ну, понятно, что ты. Ну, Макс Брандт, Костя Павлов, типа. Знаешь, несмотря на то, что здесь очень мало начинки, очень неплохо. А я тебе говорил, вот такие сэндвичи, они всё время заебатые, блядь. Вот меня такие больше пугают, потому что они сильно зависят от ингредиентов. А тут большая часть это булка. Булка говном быть не может по определению. Если вы голодный, вообще залетит только так. Ну, и притом они все ещё недорогие, блядь, достаточно. Да? В какую цену, например? От 80 до 100, 20, 140, вот так вот. Ну, это дороговато. Можно пачку... Ну, а не для нас, мы-то... Можно пачку кругицев купить. Можно. Ну, не получится тебе пачку кругицев по дороге сожрать, например, или в магазине. Почему? Я представляю, как Юлик идёт из зала и ест эти кругицы неразогретые, да? Грызу. Как семечки. Ну, блядь, нормально. Не, не очень вкусно, я поставлю четвёрочку. Да, четвёрочка заслуживает. Неплохо. Главное, что... Главная проблема, почему не пять, очень тонко нарезано. Очень. Прям вообще, вот, блядь, не... Ну, вкусно. Никакой... Ну, неужели вот так дорого стоит всё, что нельзя на пол микрона сделать колбаску побольше? Ну, а скуку он стоил? А скуку он стоил? Русский сэндвич. Русский сэндвич. Вот он неплохой, там много мазика, он такой жирненький, нормальный. Ммм. А мне вот это не нравится, я... Хавал раньше русские сэндвичи, но не потому что я их любил, а потому что... В магазе, около моего дома, только вот это было из такого. Ну, перекусок. Тебе не нравилось? Не. Ну, некоторые были очень вкусные, с очень нежным мясом, типа. Я часто такие штуки раньше ел. А вот некоторые совсем колот. О, вы посмотрите, майонез прям просачивается сквозь хлеб. Здесь тоже тонко нарезано, но здесь и хлеб тонко нарезан. Блять, у меня палец в майонезе. Нормально. Можно нажать немного, и он потечет как. А? А, смотрите, всех щелей. Ммм. Ммм. Он жирнее, чем предыдущий сэндвич. Ммм. Только за счет мазика. А этот за счет булки. Мне, ну, хрен знает, ну... Тоже четверка, по-моему. Вкус какой-то необычный. Это что у нас тут? Курица. А он копченый или... А, это с куриным рулетом. В рулете чесночок просто, поэтому заебись, мне кажется. Ну, чеснок всегда норм. Четверку тоже поставлю, да. А? Он тебя заслужил. Ммм. Вот прям чесночное вот это вот. Чесночный майонез какой-то. Ммм. Хотел бы я взять майонезы и туда вот чеснока... А я так делал, у меня... Серьезно? Да. И как? Охуительно. Брат жив, все заебись. Охуительно. Можно еще в томатную пасту чеснока наебеть и пожарить пельмени и туда их макать. Вот это тоже очень вкусно. Вставь лукосе, если делал так. Какие еще сэндвичи у нас сегодня? Ммм. Фрэш-клаб. Сэндвич с куриным филе. Домашний очаг. Фрэш-клаб мы сейчас уже ели, поэтому можно поэкспериментировать. А, нет, вот у нас два фрэш-клаба, надо с одного из них начать. Давай с рулетиков. Я думаю, тут будет плохая оценка. Ну, я вот говорю, у меня друган их постоянно берет. Я типа у него иногда откусываю, и меня каждый раз они разочаровывают. С чем бы вот эти рулеты не были, они прям... Он выглядит очень сухим. А он как раз наоборот, мне кажется, не сухой, а именно такой... Лаваш должен быть сухой, в этом смысл лаваша сухой и хрустящий, а здесь потрогай лаваш. Вот прям вот такой влажный как-то. И тоже с курицей. Курица, видимо, самое дешевое мясо, раз ее везде пихают. Безвкусно. Как будто... Бумагу мокрую жрешь. М-м-м... Прям вот... Зажимаешь это мясо и... О! Даже не знаю, три или два. Какой три или два? Один. Один? Нет. Ну это пора, чувак. Тут... Может она, конечно, очень какая-то кап... Я тебе напомню, что мы съели одиннадцать хот-догов. И что дальше? И мы очень сытые. Ну мы сытые. Я же, блядь, не сытность оцениваю, а вкус... Он гадкий. Я все-таки двойку поставлю. Это можно съесть, если ты голодный. Кать, если ты голодный, можно собаку съесть. Юлик, блядь. Собаки очень вкусные, между прочим. Я знаю, конечно, я пробовал. Я думаю, все... Я плов ел из собаки. Да все ели собаки, да? Да, серьезно. Мелким. Вы сами его приготовили в Ульяновске, банда мальчичек. Почему он смеется? Забили его копьем. Приготовили пса. Нет. Я люблю рулетики. Вот, знаешь, есть такие рулетики, как раз вот, блядь, скрученные из колбасы. Внутри куча всяких там, ну такой... О, они очень жирные, да. Да, да, да. Это супер рулетик. Прям жрешь, у тебя жир по лицу течет. А вот это, это сухая гадость. Мясо какое-то не очень вкусное, не очень свежее. Завернутая в промокший лаваш под дождем, как будто. Несенный, блядь, ёпта. Поэтому... Фуфлы жня. Да, вообще, вот... Рулеты не одобряем. Так. Сэндвич с куриным филе. Домашний очаг. Я все жду, когда... Он, кстати, такой жирный, смотри, что прям мазался об эту... Об стенку, типа, прямо как... Ааа, прижимался в Титанике, блядь, ёпта. Аааа. Упаковывали, как будто на века. Ну, смотри, выглядит очень... Выигрышно. Но пахнет... Пахнет мокрым салатом. А, ну зато салата... У салата есть запах зелени, блядь, ёпта, как-никак. Клетчатка хоть какая-то. Мммм. Странно. Очень много ебаного салата. Да, он прям... Горький. Раз, два, три. Бать, вы курицу бы так положили, блядь. Сэндвич называется... С куриным филе или с салатом. Смотрите на картинке. Три кусочка ебаного филе и один салат. Внутри три кусочка салата и один кусочек курицы. Неприятный вкус. Майонез здесь невкусный. И салата много. Это не майонез, это соус какой-то, знаешь. Ммм. Лучше, блядь, обжоркин какой-нибудь. Выбегли там или... И то лучше... Кальва нахуй. Кальва. Не, ну... Понравился вкус вот эту... Это перец или горчица, я не понимаю, типа... Ну вот эти вот маленькие штучки. Мне кажется, на пол просто уронил кто-то и обратно положил. Нет, французская горчица, по-моему. Это заебись. Но в целом не дотягивает, но... А мне кажется, горчица самая заебись. Вот меня салат взбесил... После горчичи патруля я уже никогда не пробовал горчицу специально. Ну... Горчича продолжает жить, торжествовать и без... Горчича! 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 И последний у нас... Так... Для сегодня. Фрэш-клаб. С... С курицей. Да, они... Реально все с курицей. Странно. Свининки бы какой-нибудь... А ты не любишь рыбу, да? Рыбу терпеть не могу вообще. Если этот выпуск не берёт миллион просмотров, мы сделаем сэндвичи с лососем. Но я тебе открою секрет. Мы не купили лосось, не потому что мы его не нашли. И даже не потому что я не люблю рыбу, а потому что... В продуктовых магазинах, типа, 24 часа или вот таких, нужно очень, блять, внимательно приглядываться с этим сэндвичем. Миллион просмотров, Юра, пробльётся в следующем выпуске. Эээ... Если с курицей вы особо ничем не рискуете, ну кроме сальмонолиоза, блять, да это хуйня, блять, его придумали, блять, буржуи какие-то, чтобы нас напугать. То, блять, от рыбы, блять, хуёвые можно глистов, блять, ёпта, получить всяких... Прям щедро рубанули, такой толстый кусман мяса. В общем, друзья мои, покупая такие бутерброды, обязательно смотрите на срок годности. Но и это вас не спасёт, потому что, как мы все знаем, их перебивают, блять, ёпта, вообще по-чёрному и никакой гарантии нет никогда. Берите сэндвич только если вы уладили все дела, составили завещание, типа, на всякий случай. Это твёрдая четвёрка. Вот, ты сказал твёрдая, и он очень твёрдый, да? Но не сухой, твёрдый, потому что здесь ржаной хлеб. Сухой, по сравнению, попробуй вот сравни, смотри, он прям в меня уже не влезет. Он нежный, как мазика. Так он нежный. Здесь и майонез, и куски курицы огромные просто. И салата немного. Его тут вообще нет, здесь огурчики нарезанные. А, вот тут огурчики, прикинь. Это твёрдая четвёрка, по-моему. Ну... Скажу так, если вы любите ржаной хлеб, то четвёрка. Если нет, то вообще не в кайф. Во-первых, ну... Я не очень люблю ржаной хлеб, но на фоне всего, что мы съели, мне понравилось. Он не пропитан соусом. Потому что он свежий. Он не успел пропитаться. Он не нежный. Он должен быть нежный, чтобы я его кусал. Вот этот прям в руках разваливался какой-то из них. Слишком изнеженный, да? Очень, очень. Ну... Ладно, четвёрка, похуй, блядь. Так и быть, блядь, раз Юлику нравится ржаной хлеб, Ты посмотри, там и начинки полно. Ну вот я бы оценил тут, кстати, неплохое качество мяса. Оно похоже не просто на какую-то, блядь, вот сморщенную хуйню такую, а прям настоящая копчёность даже. Смотри, можно разглядеть вот это. Волокна. Да, да, да. И что самое главное, лежит два куска, блядь. Могли бы положить один, но лежит два. За это респект. Это что у нас были? Фрэш Клаб. Респект. Фрэш Клаб, у вас отвратительные роллы, но бутик неплох. Да, роллы, блядь, ёпта, нахуй. Пусть в роллах и много мяса, они... Ну и много хлеба и больше ничего нет, мы такое не одобряем. Мы, друзья мои, одобряем только высококачественную бич-еду. Поэтому не забывайте, пишите в комментариях... Какую бич-еду попробовать нам в следующий раз? Да, чтобы отравиться, блядь, как следует от души, блядь. Не забывайте переходить на канал Юлика, подписываться туда... Там будет кнопочка и там будет видос, где мы хот-доги кушаем. Да, один из хот-догов, из-за чего теперь не можем, блядь, нормально нахуй поесть сэндвичи. Эгоистичный ты любитель хот-догов. Жмите лайк, подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Колокол, колокол, колокольчик. Нам всем нужна копеечка. А нам всем нужна... Да и на всё. Худачи, дамы и господа.